Добрый день. Ну, точнее, почему добрый день? Я чё-то каждый раз говорю добрый день, а сейчас уже больше чем 8 часов вечера. 2 октября, это курящие из окна, и вот снова серия по дипонии, как я и обещал. Или по дипонии, но, скорее всего, это всё-таки дипония. Не буду я об этом думать дальше. И вот, чё я понял с прошлой серии? Во-первых, что прошлая серия была, надеюсь, разговорная, а это будет какая-то квестовая. Правда, из квестового к вещей у меня всего ничего. Да, ещё чего я понял, что у нас номер 66, у нас запись получения девушки, которая упала до нас за пару секунд, у нашего друга Витцеля номер 62. Соответственно, 63, 64, 65 и 66. Значит, нам нужно что-то сделать с Витцелем, а потом с этими тремя и будет наша очередь. Значит, куда пойдём? Чё-то как-то шум в игре исчез, я даже испугался. Ладно, водная часть закончилась. Я думаю, что самое время поговорить с Витцелем. Но, почему бы не сходить по всем местам, в которые можно? А, ну на почту нас, наверное, вот эта тётя не пустит. Она скажет, что неизвестно, как почта начинает работать, да? Э! Стой, где стоишь! Почта закрыта до дальнейшего уведомления. Это когда? Когда появится табличка «Открыто!» Блин. Но на ней нет часов. Какой наблюдательный! А теперь отойди от той двери. Ой, господи! Как-то я вас забыл снова предупредить, что это Лотти. Я думал, у нас будет орать вот эта девушка с лицом младенца. Довольно странная, хотя интересная. У нас другая девушка с лицом... ...асфальтового кладчика будет орать. Снова забыл предупредить, что она говорит на два голоса, но очень мужской, но очень женский. Но что-то я посмотрел, как у меня слышалось, как я её озвучивал. Ну так, не то чтобы очень. Я думаю, я всё-таки не буду передавать её два акцента. А может и буду, но не очень сильно. В общем, на почту нас не пускают. В зал заседаний, наверное, тоже она будет нам отвечать. Давайте последние пару раз я её постараюсь поговорить, и всё. А не, нас сюда пустили. Она даже... Ой, кто это? Гоал, я должен с ней поговорить, она должна узнать своего спасителя. Какой-то у нас очень странный доктор. Я бы ему скальпеля в руки не дал. Я бы ему вообще ничего не дал. Руфус, ты почему здесь вшиваешься? Привет, инспектор Гизмо. Доктор Гизмо. Как ты знаешь, я занимаю все три должности на станции спасения, и сейчас я доктор. И как доктор, я вынужден попросить, чтобы ты не беспокоил пациентку. Она моя знакомая, я хотел проверить, как она. Её зовут Гоал. Значит, ты знаком с Лизянкой, да? Очень смешно. Что ж, если твоё отсутствие восприятия реальности не помешает мне делать мою работу, я не против. Побудь со своей знакомой. Только поторопись. Ой. Она такая няшная, такая няшная. Как бы я ни не любил слово няшная. До сих пор не пойму. В каком-то очень странном стиле сделаны эти картинки. Вроде как чё-то такое японское, а вроде как и чё-то... Не японские у них лица. В общем, наш герой уже полностью мечтает. Сейчас он навернёт свою девушку с качелей и проснётся. Руфус, хватит уже. Что? Да ладно. Хватит витания в облаках на сегодня. Моей пациентке нужен уход. Ну, то есть я думаю, что ей нужен покой. Чтобы я знал наверняка, ей придётся сначала проснуться. Она без сознания. Что с ней не так? Ей что-нибудь нужно? Быть в сознании? Очевидно. Для дальнейшего обследования она должна прийти в себя. К сожалению, ни одно из моих лекарств не помогает. Как насчёт очень крепкого кофе? Ха, кофе. Которое вам поможет в этом случае придётся сварить? Любое кофе можно варить, разве нет? Да, ты прав, но... Не волнуйся, доктор Гизма. У меня есть план. Сделай нам всем одолжение и избавь нас от своих планов, Руфус. Твои безумные планы никому не принесли ничего хорошего, кроме того, чтобы выделил мне большой шкаф для больничных карт пациентов. Как... Как-то они очень быстро говорят. Кстати, кофе почему-то называют Оно. Хотя ещё с давних времён... Я помню, что кофе это он. Хотя, по-моему, вам сейчас... Наверное, нам всем, но тем, кто учится в школе, в первую очередь, разрешено называть кофе Оно. Но помните ли вы старую рекламу, где говорили, что... Настоящее кофе Оно не бывает. Вернее, настоящий кофе сам оговорился. Ладно. Ещё он, кстати, сказал, что у него есть план. Но план нашей девушки явно не поможет. Да, кофе лучше, чем план. Кто понял, не говорите другим, как это надо было понимать. Ладно. Давайте на неё посмотрим, что ли. Она действительно такая очень милая. Так я абсолютно не понимаю, почему она лежит в чемодане. Согнутые колени. Сложенные ручки. Блин, а чувствую себя практически как Руфус. Она действительно очень милая. Но когда она увидит этого доктора, я думаю, она убежит прямо к нам. Как мирно она спит. Тут нужно суперсильное кофе. Ну, естественно, кофеварку или кофемолку, или вообще что-то такое я видел у своей... Как она называется? Тони. Но кофемолка или кофеварка, это полдела. Нужен ещё и кофе. А если её взять? Я хочу взять её, унести с собой. А там я уже добуду где-нибудь кофе. Ну, или может и без кофе обойдёмся. Не, взять он её не может. Использовать тоже не может, ладно. Хм, дверная ручка. Чё тут ещё у нас водится? Кстати, я чё-то времени засёк. Да, сейчас как раз 8 часов 40 минут. Вечера, естественно. Я с работы, я уставший. Поэтому я хочу порадоваться этой игре. На этом экране я могу только дверную ручку и посмотреть на Гизма. Чё я скажу о Гизма? Гизма доктор, полицейский и пожарный в одном лице. В лучшие дни ему приходится менять профессии каждую секунду. Да, наверное, его как... Дождите, он за полицейского есть? Да, полицейский, пожарный в одном лице. Наверное, когда его застрелят как полицейского, он сам себя должен лечить. Случайно поджигает себя потом, как пожарный, приходит. Ладно, я бред несу. Но по нему вообще видно, что ему очень тяжело на работе, прямо как мне. Но я выгляжу лучше. Так, верная ручка. Эээ. Ааа. Понятно. Ка-а-а. Картонная коробка. Но почему-то я на неё могу только посмотреть, взять её не могу. Похоже, шарики лежат тут уже довольно давно. Интересно, для кого? Для какого они случая? И почему на них моё лицо? Ха-ха-ха. А, я могу взять шарики. Я даже не буду их изучать, я уже понял, что на них моё лицо. Похоже, это на случай оповещения о населении. Если мы, вернее, наш главный герой задумает чё-то новое. Так. Да, это напомнило мне о фейерверке на прошлый Новый год. План с шариками был шикарный. Просто был неудачный день. Да, взять я их могу, соответственно, просто надуть у меня их не получится. Тут, как в паре других игр, невозможно просто ртом на них воздействовать, чтобы он там их надул. Эээ, может я могу шарики гизма вручить? Ну, конечно, вряд ли, да. Гей, я тоже не могу, значит, наверное, я взял тут всё. А, я могу ещё или на сцену. Ну, а, вот, это... Господи, они на сцене ещё находятся. Ну, шо за... Ну, точно, это будет на сцену, то есть к ним. Я просто это проверил на всякий случай, а то, ну, вдруг это не то, чего я думаю. Да, в зал заседаний, можно отсюда уходить пока, что мне кажется. Ничем я не смогу её. Нет, я могу на ней только губкой немножко подействовать, но ещё рано. Мы ещё недостаточно знакомы. Так, самое логичное будет пойти либо к Тони, либо к Вензелю. А я по-прежнему болею, но ещё меньше. Причём в прошлые разы, наверное, скоро вообще поправлюсь. Мне нравилось там, там хотя бы была музыка на фоне, здесь снова ничего нету, поэтому... А, ещё я могу в кабинет мэра, сейчас нас Лотти пошлёт. Стой, где стоишь! Куда это ты собрался? Я отправлюсь на Elysium, с Гуал. В таком случае ты не в том месте. Эта дверь ведёт в кабинет мэра. И вход туда. Строго по номеркам. Так что бери номер, или проваливай. Я, кстати, посмотрел, что у меня очень сильно была разница в звуке. Громко-тихо, когда я говорил сначала так, потом так. Так что сейчас постарался говорить не очень уж громко. Так, понятно, в номер мэра я не могу пока, видимо, я не выиграю конкурс. Как это называется-то правильно? Забыл. Когда выигрывают что-то на строительство чего-то, ещё чего-то. Да, я, кстати, могу поговорить с этим мисиком. Я, правда, с ними со всеми, по-моему, уже говорил, но... Так. Чё-то как-то у меня всё тормозит кликанье мышкой. А, ну, видимо, я с ней просто говорю... А. Ладно. Странно. Как-то странно нажимается. Мэр собирается решить, что? У кого что? У кого она будет жить? Лотек считает, что девушку надо ввести в наше общество. И кто-то должен выходить её. Надеюсь, мэр выберет меня. Она будет помогать мне в грязи и в их ямах. С тех пор, как я порезался, отскривая ржавчину, у меня постоянно заражаются кутикулы. Ты хочешь, чтобы она скривала ржавчину за тебя? Это немыслимо. Чему? Вот тебе зачем, девушка? Уху. Он так улыбается. Он явно знает, зачем ему девушка. Да ну вас нафиг. Я с вами потом поговорю. Я должен всё-таки сделать чего-нибудь из квеста. Потому что я обещал, что эта серия будет квестовой, а он только говорит со всеми и всё. Так. Вот. Я хотел сходить в цистерни с водой, посмотреть, что же это всё-таки такое. Наверняка я там смогу сделать что-нибудь, хоть какую-нибудь квестовую часть. Я думаю, в этой серии мы будем доисследовать, что у нас в этом экране находится. В переулок и когда там в центр города можно было пойти ещё где-то. Да, вот. А не. Странно. Я видел, что можно в магазин, в центр города пойти. Да, вот в центр города я пока что не пойду. Пойду туда в следующей серии. Пока что... Или я просто пришёл сюда и всё. Странно. Не понял. А, ну видимо к цистерне это он просто заходит на этот экран и всё. Да, я могу это сделать. Вода польётся. Кстати, да, вода польлась. И чем мне это помогло? Надо теперь, наверное, найти в дом вензеля. Я уже... А, блин, он не дал мне... А, нет, сейчас даст. Да, я не буду подолгу ходить, а всё-таки буду телепортироваться. Это помогает мне. С Вензелем... А, ну надо поговорить с ним, потому что у нас есть новая информация о нём. Эй, Вензель. Что такое? Ты слышал про девушку с Элизиума? Кто не слышал? Ты с этим как-то связан случайно? Эй, ты меня знаешь. Когда девушке нужна помощь, я тут как тут. Ты прав. Тут действительно есть какая-то связь. Эй... Я был там, когда девушка упала с неба. Всё нормально. Уверен, это был несчастный случай. Нет, всё совсем не так. Я спас её. Ну, конечно, спас Ну, кстати, да, по сути, мы-то виноваты, что она упала отсюда Отже мы ее скинули мусором Если кто еще забыл Я, кстати, пока перепроходил Ну, до этого момента снова я понажимал на другие рычаги На какой рычаг там не нажми, он все равно упадет Вернее, она все равно упадет А этих охранников скинуть нельзя никаким образом Там три рычага, на один нельзя нажать, на два других она падает Так, сейчас Снова отлегся на воду Разве ты не хочешь пойти в Марию? Что, попробовать приютить у себя элезианку? У меня была такая мысль Я даже номерок взял Но потом подумал, что я могу предложить Ничего Если бы я был богат или нашел воду, у меня был бы шанс Но вот так... Эх Ну да, я хочу получить наследство обратно, забудь Это я все помню, увидимся позже Точно-точно Биолокатора прежнего взять, наверное, я не смогу у него А, или он уже отказался от мысли найти воду, а? Биолокатора я смогу взять Да, даже не думая об этом, я не буду это уже зачитывать Мы это... Да-да-да, 50-50 Я все это помню Мы это смотрели в прошлой серии Я думаю, что вы все это помните Мне, кстати, кто-то говорил Я, к сожалению, не помню кто У меня постоянно такая проблема, что в топке можно было якобы что-то взять Топка, по-моему, была все-таки на кухне, а не в подвале Нет Или дат Да, вот топка, и там наверняка что-то есть, да? Нет Или это у меня мышка просто не находит, а? Пиксель хантинг в играх я как-то очень не люблю Но да, я там ничего не могу взять Абсолютно Абсолютно Эээээээ Не, ну по-любому же я там ничего не могу взять, а? Магниты Да, я более притягательный Эта игра приучила к тому, что надо пользоваться всем, чем можно Ну Губку туда, ну очень вряд ли надо, да? Да, ну уж нет, я пока не хочу выкидывать губку Да, и вроде сюда он действительно что-ли сможет только выкидывать что-то Ничего другого он не сможет здесь сделать Ладно, в гостиную Биолокатор, да-да-да Ничего мы вензелю-то дать не можем, а? Может, мы сможем номерком с ним обменяться? Кстати, ты задерживаешь очередь Ну и что? Пока я не найду источник воды, мне там показываться нет смысла Ну и поменялся бы со мной номерком, а? Я же тебе предлагаю Блин Собака на сине Ни себе не иллюзим, понимаешь Ладно, в подвал еще раз Подвал меня в очередной раз убеждает, что в подвале я ничего не могу сделать Тщательно все это доисследуем, но однако нет Ну что я с этой трубой могу сделать, а? Не понимаю Может, конечно, на нее поприменять что-нибудь Может, мы можем помыть трубу, раз уж не удалось помыть гуал Нет уж, я пока не хочу выкидывать губку Почему выкидывать-то, а? В топку я еще понимаю Вот, магниты Труба железная, магниты притягивают железо Да, я более притягательный, значит, тоже нет Но больше сюда вообще ничего не подходит Значит, наверное, на крыше есть какое-нибудь задание, или надо просто походить по другим местам А, кстати, мне показалось, там в полу че-то было, нет? Нет, показалось Сюда я тоже не могу Ладно Ладно, уговорили Но все-таки в этой серии должны сделать хоть что-то полезное Так, ладно, я буду выходить отсюда Поисследую еще чего-нибудь Эээээ, аварийный телефон Да, но тогда, значит, в магазин Тони попробуем заприходовать ее кофемолку А, но нам нечего молоть, как я уже говорил в прошлой серии опять-таки Ладно И шарики даже ничем не помогут, а Тони нам скажет что-нибудь новое, а? Да, подарочных купонов, аптечка закрыта, мне пора, да Видно, и здесь тоже нам нечего ловить Что ж такое логичное придумать, а, чтобы в этой серии мы сделали хоть одно полезное действие Куда я еще могу пойти? В мэрию, я уже ходил, в дом Вензеля ходил Городским воротом, труба У меня вообще две мысли, я могу натянуть на трубу шарики Я даже могу до сюда дойти, нет, дайте-ка я по-быстрому вот так вот дойду к цистерне с водой Но вряд ли это мне поможет Нет, сегодня грустный день для кубака, день моего отъезда Погодите-ка, на шариках написано «Неудача Руфус» Ага, теперь понятно Кран цистерны, но вот Явно же, я... А, ну вот дымоход, да Вензеля установил защитную крышку на свой дымоход Что за концентричный тип, где мне теперь тренироваться в плевках? Может быть я смогу ее магнитиками выловить? Да, не то Я более притягательный Труба... Так вода поступает в дом Или жидкий азот, да По-прежнему труба просто крутится и все Мне, чтобы она хотя бы в дымоход попала или еще что-нибудь Так, пойдем тогда в переулок сначала Посмотрим, что там О, точно, этого чувака я видел на заднем дворе Когда был еще в доме Тони В бар Лонзе на станции спасения Но видно, ничего не поделать В этой игре много разговоров План взрывов Это карта мусорных туннелей Лучше спрошу Ханека, как все это работает Здравствуй, Ханек Скажи мне что-нибудь Привет, Ханек О, привет! Руфус Точно Ты почему не работаешь? То есть почему? Я делаю то же, что и ты Потому что какой-то шутник забрал магниты с плана взрывов Вот почему Эй, я вообще-то очень занят Целый день ношусь Делаю дела И доставляю всякие вещи Достаю И все такое Как насчет того, чтобы найти магниты для нашего плана взрывов? Тогда мы, наконец, продолжим работу Так, магниты у меня есть Я уже могу ему вернуть магниты, но Надо бы узнать, зачем это все-таки Может, он хочет уничтожить все это, что у нас здесь есть Что-то вообще делать, ребята Это твой помогает Как именно работает этот твой план взрывов? Ну, это очень интересно вообще-то Сомневаюсь Главный подрывник отмечает магнитами места трех последующих взрывов Затем звонит в колокол Затем я подаю сигнал шахтеру, который, в свою очередь, готовит взрывчатку в шахте И после этого мы взрываем А потом начинается интересная часть? Э, нет Это все, в общем-то Я так и знал Так, это мы не будем повторять Что вы тут вообще делаете, ребята? Что ты думаешь? Мы хламоискатели Ищем полезный хлам Чаще всего попадается бесполезный хлам К примеру, у меня есть целая коллекция ключей от давно разобранных машин О, это нам тоже надо Мы же там видели в самом начале, еще на входе в город В четвертой, по-моему, серии А может, в третьей машину, которую нам хотелось бы открыть Только зачем, непонятно Давайте-ка Может, у тебя и мой ключ есть? Я не знаю Как ты говоришь, тебя зовут? Хм Руфус Вензель Тони Вряд ли нам надо сказать, что я Руфус Тони А-а-а Или Тони Интересно Может, он нам даст ключ от аптечки Тони? Может быть, он тайно заходит к ней и пользуется аптечкой темными ночами? Коварный тип Тони? Дай подумать Тони, Тони, Тони Нет, у меня нет твоего ключа Вензель Дай подумать Нет, у меня нет твоего ключа, понятно Ну ладно, Руфус тогда Руфус Дай подумать Да не дай мне тебе подумать, а Пей свой кофе Да, и моего ключа у него тоже нет Классно Забудь Уже Что-то еще? Так, осталось всего пара вопросов Потерпите, может, скоро дадим ему магнит Это твой попугай там? Да, мы используем его для обнаружения опасных испарений в шахте И что вы делаете, когда они обнаружены? Находим нового попугая Точно, я так и думал, что он так скажет Ой, жалко птичку Как там говорилось? Птичку? Жалко! Не, все-таки Кто же это говорил? Шурик или Витцин, а? Не, Витцин говорил про чей-то фляу Мое А Шурик говорил про птичку жалко Если что, то это были операции и другие приключения Шурика Советую Помню, в детстве любил этот фильм очень Хотя-то любить-то было сильно Небольшая разница, а чего? Небольшая разница, а небольшой выбор Так Ты слышал про девушку с Элизиома? Да, на меня она не заботит У меня уже есть женщина Что посылать в шахту? Там слишком узко для двух женщин Похоже, любовь это прекрасная вещь Видно, большая у него первая женщина Хотя, может и нет Кстати, мне чем-то этот Руфус И вот это вот, как она, Гоал Очень напоминает историю из мультика Как же он называется-то? Валли или Волли Вот абсолютно перенесенная история Вот Руфус это как Валли Он тоже ведь обитал на планете Помойки Ну то есть на земле, которая стала планетой Помойкой А Гоал в роли Евы Такого белого чистого робота Которого там тоже упала, кстати, с небес Вот абсолютно, мне кажется Идея сдернута отсюда Ну хотя эта идея многовековая Одно и то же Ладно, насчет моего ключа Опять, ну если настаиваешь Как тебя зовут Может второй раз сказать, что я Венцель Сейчас буду кашлять Нет у него ключа Ладно, давайте-ка я ему верну магниты Может он мне за это даст еще ключ все-таки До скорого Не увидимся, а я Руфус Точно Ну давай, тебе или прямо туда Нет, спасибо, я на службе Так Я даже не стал читать Я возмутился Ну ладно, план взрывов, значит А я Музыка бесит Одна и та же На всех экранах Классно А че мне с этим делать, а? Че мне с этим делать, скажите? нифига не понимаю ну ладно сейчас поставим на три места и чё дальше о магазин тони надо взорвать дом тони тоже было бы очень неплохо а а мы чё сможем так подло поступить просто взорвать дома всех кто стоит на очереди но здесь же нет домов тех троих из мэрии и хочу с этим делать чё с этим делать ладно пока что уйти туда же нет кнопки пропустить кстати даже может быть это еще все-таки не менее загадка может быть это зачатки мини-загадки да я с тобой снова поговорю я все-таки вернул тебя или с попугаем поговорить он скажет все что он думает о тебе лан с пугаем чуть попозже привет еще раз привет руфус да 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 точно как ты говоришь работает твой план взрывов все очень просто главный подрывник отмечает магнитовые места трех последующих взрывов затем звонит в колокол затем я подаю сигнал шахтеру который свою очередь готовит взрывчатку в шахте и после этого мы взрываем точно спасибо да в колокол что ли позвонить надо я же не хочу взрывать кого попало ведь к я лучше поговорю с попугаем еще и в бар я могу сходить класс ладно здравствуй попугай привет я уже много дней ем одних червей не обращаю внимание моя жена иногда говорит сама с собой когда она тут наверное у нее понабрался мы больше не можем не успеваю хоть мой муж и глухой но у него есть но его птицы отличный слух кра-кра блин он быстро говорит в общем да он сказал что он давно не ел одних червей по набрался этого у жены его жена есть одних червей ну ладно дать к зайдем черт можно зайти куда угодно я не знаю зачем отдать к попробуем сохранится и повзрывать чуть может получится да вот так вот на новое сохранение сохранить продолжить кстати сколько мы снимаем а мы кстати снимаем уже очень порядочно и полюбому надо будет заканчивать серию на этом моменте я надеюсь сегодня кстати еще одну серию запишу почему бы нет мы ничего ничего так и не сделали в этой серии так а кстати классно план взрывов я не могу ничего сделать с ним да они могу просто это надо было насмотреть нажатия не на это ладно сигнал взрыва о сигнал взрыва в укрытие сейчас рванет так сработала сигнализация то есть у каждого дома есть сигнализация точно я кажется допера нужно чтобы сигнализация сработала в доме тони кстати в дом тони то я так и не попал этим взрывом и чтобы тони наверное из магазина убежала в как это сказать свой дом почему-то эта сигнализация теперь работает черт знает как так а смогу с ней о чем поговорить да птичка заперта да я не буду это говорить я не буду говорить то что я уже говорил она просто говорит одно и то же что что-то еще что она с нами очень хороша очень хороша слава богу я зашел в дом и это все прекратилось давайте-ка я попробую заминировать под домом тони и проверить что мне это даст если не получится тогда уж ладно тогда будем заканчивать серию мне кто-то пишет на телефоны может даже и звонит если звонить совсем плохо не похоже все же пишет так где дом тони то я был свято уверен что это дом тони фиг с ним давайте в другие места это все сделаем вот так вот и вот так вот здесь что-нибудь может упасть чуть еще почему они по разному направлено туда-сюда и так непонятно ну ладно дочка еще разорвем надо сигнал взрыва укрытия сейчас рванет ничего не понимаю я же ясно направил именно в дом тони почему то вот здесь вот все загорелось а вот здесь вот нет чеш делать-то ладно последняя попытка хватит звонить ты меня действуешь на нервы в последний раз вернусь когда разберусь с этим мне кажется возможно сегодня и не будет второй серии туши я не знаю лень не будет это все разбирать или нет может это есть подсказка просто да да сигнал взрыва укрытие сейчас рванет что-то мне кажется что я попал нет не попал я еще в дом тони ты могу зайти так я могу вернуться домой вот мой любимый перец чили а только я не понял почему меня сюда пустила меня же сюда не пускала помда этого странно ладно 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 до сих пор я его не могу взять а я могу его взять губкой наверняка или засунуть в шарик а пожар кармане пожар кармане а так он его возьмет или нет для этого мне понадобится защитный костюм а ну точно знать шариком на 1 смогу а не подожди пока уж нет почему на его выкидывать постоянно собирается если я просто на что-то кликаю а пожар кармане пожар кармане все понятно ну какой нафиг пожар в кармане ты можешь засунуть его в шарик шарик резиновые не пропускает ничего абсолютно не понимаю дом тони даже открытым странно до сих пор не выключенная кастрюля в которой я варил свои носки ничего не понимаю ладно все по край мере мы побродили по этому миру еще немножко все это был курящий из окна смотрите подписывайтесь у меня естественно не только дипония но пока что я снова пару дней записываю ее потом будет айзек потом чем еще посмотрим у меня помощь от 4 или 5 игр которые записываю так что все по очереди все потихоньку все до свидания пока пока